Несмотря на свою популярность, жим и лёжа не лучшее упражнение для стимуляции грудных мышц, если верить исследованию МНГ. Но это вовсе не означает, что вам нужно от него отказаться. Причина, по которой вам всё-таки стоит делать его, скорее не в том, чтобы накачать грудь, а в том, что такие мощные комплексные упражнения, как жим и лёжа, значительно повышают концентрацию тестостерона и гормона роста в крови, а это поможет вам увеличить мышечную массу по всему телу, а не только накачать грудь или трицепс. Поэтому, если ваша цель накачать грудные, продолжайте делать жим лёжа, а для более точечной проработки грудных добавьте пару упражнений на изоляцию. Вот два замечательных упражнения. Жим от груди в кроссовере стоя. В этом упражнении грудные мышцы находятся в состоянии постоянного напряжения, а напряжение – главный ключ гипертрофии, так как тросы расположены выше уровня плеч, грудные должны проделывать серьёзную работу, чтобы удерживать их внизу. Работают малые грудные мышцы и выталкивают их вперёд большие грудные. Следите, чтобы ваши локти двигались строго вперёд и назад. Жим гантелей лёжа на скамье с небольшим углом наклона. Установите на наклонной скамье самый низкий угол наклона – 10-15 градусов. Таким образом, вы получите самый большой диапазон движения, естественную траекторию движения рук в локтевых суставах и максимальную стимуляцию как грудных, так и подключичных мышц. На мой взгляд, это лучшее упражнение для мышц груди. Ещё один плюс этого упражнения состоит в том, что под таким углом наклона вы сможете использовать приличные веса. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok